Дон Де... А, это Туксон. Ужасно. Сегодня покатался в парке, в универе пары были, хотели поехать с корейцем, но он что-то забил и не пошел, не знаю. Сейчас где-то часов 7 или 6 начинается вечер, везде включаются огни, сверчки, тишина, ночь, теплота. Вид на Ханган-Кан, Канна река, Ханган название. Вообще, когда в метро едешь над рекой, так круто смотреть по сторонам. Стою, вообще тут не отдыхаю, не просыхаю. Постоянно где-то что-то делаю, даже если сижу дома, то тоже чем-то занят. Ролики делаю там, еду себе, домашки всякие, тэкин. Интересно, на корабле можно покататься или это? Это, наверное, кафешка отсюда не видно. Хорошо, что камера умеет приближать, я даже прочитать могу, чтобы написано 7-11 есть. Да, в Tuxomi круто, тут куча всяких разнообразных вещей для отдыха, как, например, скейт-парк, или на башню там залезть, посмотреть вокруг. В той стороне есть куча тренажеров для детей, для взрослых, велосипеды, на которых сидишь и крутишь педали. Камера. Давай, во. Да, где-то вон там. Вот эта вот ветка, где я сейчас покажу? Пальцы. Короче, вот эта вот ветка метро, это седьмая линия вроде, седьмая ветка, она идет с того края города. Это, как бы, Сеул поделен на две части условно. Это часть, которая в горах на этой стороне, где я нахожусь, и часть другая, которая там, по ту сторону реки, по ту сторону зла. Да. Как можно видеть или нет? Ну давай, но это не сериалы. Давай, камера, фокус. Итак, как можно видеть, на той стороне реки куча всяких высоток. Ну не так, чтобы куча, на этой стороне больше. Просто отсюда видно только эти несколько. Блин, по сути, как в аниме попал. Думаю, ночью тут интересней видок. Насколько интересней, ну, все огни зажигаются, все загорается. Даже ночью Сеул живет. А уж какая тут ночная... Брааа! Уж какая тут ночная жизнь. Надо будет как-нибудь ночью выбраться, но уж точно не сегодня. Сегодня в кровати спать. Я вообще, как убитый, прихожу домой. Хотя в университете пары не такие уж напряжные. Что-то выматывает. Наверное, походы в горы постоянные, покатушки через весь город, по часу в метро и так далее. Вид на местную церковь. В Сеуле очень много церквей. Если взглянуть с моего окна, можно увидеть штук пять крестов, торчащих из домов. Всякие католические, не знаю, какие церкви. Полно их почему-то. Да, такие дела. Такие планы дальше. Вернуться домой. Поесть и спать. Сделать ролик. С друзьями пополдать. Может, что-нибудь интересное замутим. Корейцы вроде пока тут. Можно забабахать тусовку. Думаю, будет круто. Вот и приехал я в Японию. Погодите, какая Япония? Это же Сеул. Да ладно. Внезапно сосед пришел. Свершилось на часах. Двенадцатый час. И, о чудо, соседа нет. Сосед только что сказал пока. Прощай. И умотал на байдарке до пусана. Или куда он там собирался. Однако, чьи-то шмотки тут все еще лежат. Корейский учебник. Он наполовину списан. В остальном, ничего. Ничего не забыл. Это мое. Фанта. С вонписом. Фанта. Да, я знаю, это уже было. Но все равно. Но это же Фанта. Ой. Вот так всегда приходит, блин, в полночь. И жди его. Будет его и не будет. Сейчас его точно не будет. Что это значит? Это значит, что весь этот семестр до весны я буду жить один. Я могу, конечно, заселить сюда какого-нибудь корейца. Ну, блин. Одному проще. Никто не будет спорить. Хотя, с народом веселей. Но мне и так тут весело каждый день. Поэтому, да. Кореец сказал, что... Бывший сосед, уже бывший, сказал, что если ко мне добавить нового корейца, то только в следующем году, в следующем семестре, до этого времени, никого не будет. Такие дела. Ой. Спать.